День молодёжи 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 А развлекательные есть? По настольным играм, что-нибудь такое? Это же тоже объединение? Нет? Нет, этого нет. Здесь, наверное, больше стоит отметить студенческие советы, студенческие объединения, которых тоже стало много. Мне еще очень нравится... Социально-общественные. Социально-общественные. Плюс есть у нас теперь, например, ребята-экологи, которые также объединились в отдельную ячейку и совместно с нашим управлением по экологии организуют мероприятия, являются хорошим подспорьем на наших мероприятиях. Движение первых. Очень сильный, интересный, инновационный костяк. Я знаю, что у вас в гостях были мои коллеги из движения первых. Действительно, там идет активная работа, и федеральная повестка тоже достаточно обширная. Также, ребята, опять же, если мы возвращаемся к студенческим историям, есть и творческие коллективы, и медиа-коллективы на базе наших вузов. И все они активно принимают участие в мероприятиях, в том числе и в Дне молодежи, которые у нас скоро стартуют. А получается, что они в какой-то степени... Вы просто за ними наблюдаете, или какая-то часть из них подотчетна вам, потому что вы принимаете непосредственное участие, помогаете им, да? Либо это просто такое всеобщее молодежное братство, которое немножечко имеет сверху помощника в качестве вашего управления. Здесь именно вторая история, вторая система, потому что мы административный орган, мы ресурсный орган. И у нас основная цель – это поддержка, создание среды для самореализации молодежи. И в этом плане любая молодежная организация, будь то вуз, будь то общественная организация, будь то индивидуальный даже молодой человек со своими инициативами и идеями, может прийти к нам, найти у нас поддержку, найти у нас те самые мостики, которые ему в дальнейшем помогут более раскрыться, либо развить свое дело, либо организовать то же самое интересное мероприятие. Ну вот я помню, что вернемся к волонтерам. Это такая как бы модная сейчас история. И у нас здесь тоже были самые разные волонтеры самых разных направлений. Но я четко помню, что волонтер тоже имеет, ну, скажем так, многие воспринимают это, что вот по, так сказать, по своему, что ли, человеческому настроению человек идет волонтерство. Но помимо этого он получает еще баллы, которые могут помочь ему для поступления. То есть маленькая заинтересованность такая присутствует. Это верно? Это абсолютно верно. Но на сегодняшний день, вот опять же, как сказать, если смотреть ретроспективу года, мы вывели это на новый, абсолютно другой качественный уровень. Волонтерство сегодня – это действительно точки по интересам. Волонтеры сегодня – это не только школьники, заинтересованные в сдаче ИГЭ и поступлении в ВУЗ. У нас действительно есть медиа-волонтеры. У нас есть, как я уже говорила, волонтеры-медики, волонтеры-патриоты, волонтеры-экологи. И, например, показательным был большой волонтерский форум, который был организован нами в апреле месяце, когда на площадке Дворца спорта «Триумф» мы собрали более тысячи волонтеров. Из трех тысяч, получается, да? Да. Это были очень многие из них были новобранцы. Порядка 500 человек получили свои первые волонтерские книжки. Но что было ценно еще для нас, на площадке присутствовало 20 организаций муниципального и регионального уровня. Это общественные организации, это благотворительные фонды, это некоммерческие организации, которые также вступили в ряды наших волонтеров. И уже по своим профилям, будь то психологическая, юридическая поддержка, поддержка семей, участников СВО, либо волонтеры ВСКС, спасатели, волонтеры-медики, волонтеры, поддерживающие спортсменов. То есть настолько разноплановая картина получилась, и все они сформировали то самое комьюнити, также получили волонтерские книжки благодарности на вот этом мероприятии. То есть это уже большая сфера, в которую можно закинуть любую идею, и она там будет жить, расцветать. А еще эта площадка, как мы уже потом постфактум определили для себя, стала очень хорошим нетворкингом. Потому что на ней мы познакомили очень многие организации, схожие по интересам, которые могут найти друг в друге для себя интересные ресурсы и масштабировать свои истории и проекты. Ну да, я так понимаю, что вообще для молодежного движения слово коммуникация, оно особенное. Оно основное. Есть взрослая коммуникация, да, для молодежи это как бы основное. Тут же есть лидеры, как в любом возрасте, есть люди, которым вообще ничего не нужно говорить, они знают, куда сами постучаться. А есть ребята, которые знают, что что-то происходит, что где-то есть такое управление, что есть там волонтерское движение или спортивные какие-то мероприятия. Ну как-то вот они сидят и так далее. И как только вот это такое внутреннее радио расходится, естественно, тогда количество людей увеличивается. На сегодняшний день вот та молодежь, которую мы называем активной, как вы ее оцениваете? Какой там средний возраст, какие интересы? Потому что вы же знаете, что зрелое поколение всегда говорит, вот мы-то были. А какая сегодня она молодежь? С кем вот вы работаете? Молодежь не изменилась, да, меняет нас социум, меняет новые какие-то технологии, новые процессы, мода, да. И наша задача вместе с ними всегда оставаться на плаву и даже на шаг впереди, быть такими же молодыми, как они. И даже музыку слушать, ту, которую они слушают. Да, но в ум и в сердце им закладывать правильные ценностные основы, ориентиры, чтобы, несмотря на разные перипетии времени, не всегда у нас средства массовой информации, да, и социум несет именно качественное, нужное в голову ребят. Вот наша задача даже, несмотря на их интересы, вычленять те самые ценностные основы, которые зародят в них хороших человеков. Человеков, да, большой буквы. И это, наверное, наше кредо, наше управление, мои замечательные команды. Сейчас, опять же, могу смотреть на тех выпускников, с которыми год назад мы познакомились, которые были, так скажем, тенцами-желторосиками, которые сегодня уже выпускаются. И действительно, в их глазах мы видим ту самую мудрость. Мы видим те ориентиры и те векторы, которые они дальше пойдут уже во взрослую жизнь, в студенческие какие-то проекты и истории. И мы, честно скажу, довольны результатом. Если говорить про летний период сегодня, сейчас тоже, говорят, там, летом жизнь затухает, нет, не в молодежке. И опять же, если взять историю про день молодежи, наверное, для нашего управления, это самый главный праздник. Ну, мы о нем во второй части поговорим. Что у вас там, наверное, запланировано что-то, что-то интересное будет. Интересное, да. Но в разрезе всех мероприятий, событий лета, нами тоже был запущен очень интересный проект, который мы назвали «Волонтеры на каникулах». Ну, вот я думаю, во второй части мы как раз, мы же сейчас как бы сделали такое вступление, а во второй части уже мы поговорим о конкретных проектах, тем более, что наша же задача, мы же не только в телевидении существуем, мы существуем и в интернете, наше с вами интервью там тоже увидят, и может быть, кто-то из молодых заинтересуется, что там будет и какие будут планы. И, собственно говоря, можем немножечко заглянуть в будущее, впереди осень, новый учебный год. Как правило, администрация нам докладывает о том, что открываются новые, или ремонтируются школы, или новая школа открывается, а у вас тоже новые какие-то проекты, и не только в количественном, но и в качественном плане. Напомню, что у нас в гостях Надежда Михайловна Русакова, начальник управления по работе с молодежью в администрации городского круга Люберца. И прежде чем мы с вами сделаем небольшой перерыв, вот мы же знаем, что сейчас у нас молодежь, давайте напомним, до 35 лет включительно. То есть эта информация касается всех людей прежде всего, до 35 лет включительно. А почему так увеличили возраст? Он не увеличен еще, это по законодательству достаточно давно, а вот увеличение возраста мы очень ждем. А, до 40? Можно до 70, а дальше посмотрим. А дальше же будем смотреть, хорошо. Так что молодые люди до 35 лет и молодые душой люди после 35 лет, знайте, что 29 июня в этом году отмечается День молодежи. Чуть подробнее, как он будет проходить, мы узнаем у Надежды Михайловны чуть позже, после небольшой паузы, ну и узнаем, какие планы на лето и на новый, наверное, учебный год. Прежде всего, будем отталкиваться от этого. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Надежда Михайловна Русакова, начальник управления по работе с молодежью администрации городского круга Люберца. 29 июня этого года отмечается День молодежи. Будет много всего интересного, как мы обещали в второй части, вы об этом услышите. Но до этого будет еще лето, и планы, которые удалось выполнить, которые еще впереди, об этом мы говорим с нашей гостьей. И вот мы частично поговорили в первой части о, скажем, интересах ребят, которые приходят. Кто-то просто пришел волонтером, даже не понимая, куда он хочет идти волонтером. Потом ему что-то понравилось. Потом он уже становится таким узким специалистом, потому что ему нравится сама тематика. То есть мы помним, что профессиональное обучение, профессиональное направление очень важно для молодого человека. Вот в этом направлении что у вас происходит? И как будут, может быть, какие-то летние мероприятия в связи с этим? Многие же подрабатывают студенты? Вообще профориентационный комплекс в этом году тоже у нас вышел на новый уровень. Старт его, наверное, я для себя определяю ноябрем-декабрем месяцем, когда мы впервые организовали на базе муниципалитета большой форум регионального уровня, который назвали «Твой старт». Нам удалось объединить на одной площадке школьников, студентов и представителей различных коммерческих муниципальных организаций для того, чтобы показать весь комплекс трудового трека для ребят. У нас были и профориентологи, и ИЧАры. И в рамках этого форума презентации 50 различных вузов и техникумов Подмосковья и столицы, а также 50 предприятий, организаций нашего Подмосковья. И здесь, ребята, каждый мог найти для себя интересные дальше пути развития. Ну, присмотреться хотели. Конечно, конечно. Также эта площадка стала ценной, потому что с несколькими вузами в процессе мы заключили соглашение о сотрудничестве. Администрация городского округа Люберцы и ведущие вузы тоже Подмосковья. Сейчас у нас в проекте стоит также соглашение о сотрудничестве в рамках президентской программы обучения служением с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте. И мы точно уверены, что это будет хорошим подспорьем как и для студентов, так и для нас, для того, чтобы, возможно, немножко омолодить и муниципальную службу, и посмотреть на новые интересные тенденции молодежи, которые привнесут свою энергию. Своя молодежь, которая здесь живет, она обучается, потом возвращается в качестве чиновников уже на свои родные места. Правильно я понимаю, такой подход? В рамках Ранхикса нет. В рамках Ранхикса? А Ранхикс это на всю страну? Ранхикс, да. Предоставлять нам студентов для того, чтобы они проходили практику и помогали в реализации определенных интересных проектов. То есть они-то как бы тренируются в плане... Но это тоже хорошо, потому что у любого молодого человека, у него прежде всего есть задача все-таки показать, что он что-то может, да? Конечно. И, насколько мы знаем, сегодня молодые люди ждут определенных предложений, и он может дождаться его даже в начале своего творческого пути. Ну, вернемся к нашим программам, которые еще... Потому что понятно, что вы вместе с учебным годом прежде всего идете. Летом что-то будет происходить, потому что на закуску мы оставляем в День молодежи, не забудьте, мероприятия тоже расскажем. Летом какие-то будут мероприятия? Летом у нас уже есть мероприятия, которые, в принципе, мы сначала планировали, но оказалось, что достаточно много внешних историй, которые у нас все вместе выросли в шикарный и интересный проект «Волонтеры на каникулах». И сегодня я могу сказать, что почти каждый будний день лета у нас уже расписан не только на сопроводительные мероприятия, которые, в принципе, ложатся в основу волонтерской деятельности, будь то, предположим, праздник, который был на днях у нас 12 июня, День России, где ребята у нас являлись активными соорганизаторами праздника, будь то какие-то интересные программы в парках муниципалитета, которые тоже проходят с навигацией наших волонтеров, добровольцев. Но это еще и внешнеобразовательные мероприятия. Например, вот на днях у нас была встреча с священником, известным блогером Павлом Островским. Ребята выезжали в Красногорск. До этого мы ездили на хоккейный матч. Сегодня у нас ребята едут на ВДНХ. То есть программа действительно достойна пионерлагеря, как мы шутим и говорим. Ну да, то есть это немножечко по-новому, немножко с профессиональностью взглядом и с расширением знаний, потому что самое главное – это в молодом возрасте знания. А с точки зрения, я все к развлечениям как-то тяну, тяну. С точки зрения развлечений, я же понимаю, что вы внимательно отслеживаете и тему пионерских лагерей, лагерей, я имею в виду, которые работают и в школах, и, наверное, какое-то вожатское направление есть. Вот в этом направлении Московская область работает? Работает. Вот это волонтерство – это такая полупрофессиональная уже подготовка, после которой у человека может сформироваться какое-то направление. А что еще у нас запланировано, ну, может быть, уже не только на лето, но и вот на новый учебный год? Какие планы? На новый учебный год есть план, опять же, если мы берем историю про профориентацию, интересный проект, он проводится совместно с Росмолодежью, Росмолодежь-бизнес, Росмолодежь-карьера. И сейчас в нашем, так скажем, небольшим комьюнити, содружеством с вузами, с предпринимателями города есть идея организации бизнес-акселератора для старшеклассников и студентов. То есть это идеи и проекты будут упаковываться в определенные уже бизнес-планы. И на конкурсной основе мы хотим запустить этот проект с сентября месяца, отследить самые лучшие, возможно, даже пригласить инвесторов, которые в дальнейшем эти проекты смогут поддержать, поставить на крыло, и мы будем иметь вот такое вот молодежное крыло бизнес-партнеров МСП. Ну и прежде чем мы перейдем уже, собственно, к самому празднованию Дня молодежи, что будет интересного, потому что в этом же может принимать участие не только молодежные жители городского округа, да, прийти посмотреть молодые, они всегда красивые, да, на какие-нибудь соревнования, на какие-нибудь игры, конкурсы, опять же, послушать, что происходит в округе. Как у вас происходит сотрудничество, ну, вы как представитель администрации, то есть слышат ли молодежь, можете ли вы обратиться к каким-то, ну, руководителям каких-либо направлений или там депутатскому корпусу и сказать, вот мы хотим это и так далее. Слышат ли нашу молодежь в городском округе Люберцы? Безусловно, слышат, и я искренне благодарна каждому за поддержку, потому что сфера развивающаяся, сфера не для всех понятная, да, но сфера, которая дает свои плоды через 3-5 лет, то есть результаты их мы сможем потом оценить в масштабе. Это как капитал, действительно. Молодежь, человеческий капитал, который действительно при правильной, так скажем, огранке дает очень большие плоды инвестиций. Здесь действительно депутатский корпус и представители Московской областной думы, это всегда наши первые помощники. И администрация, то есть межведомственные связи. Я каждому из руководителей благодарна за то, что наши идеи, они воспринимаются всерьез. И они также находят поддержку в различных структурах. Также, действительно, уже, так скажем, количество сателлитов внешних у нас достаточно большое. Это многие региональные организации, которые также включаются в интересные процессы, которые предоставляют, предположим, даже в рамках каких-то отдельных мероприятий, мастер-классов, либо образовательных сессий экспертов. У нас всегда на площадках есть федеральные эксперты, например, из Росмолодежи, из Министерства информационных и социальных коммуникаций, это наше профильное министерство. И здесь человеческий информационный ресурс, он очень важен. Ну, это здорово. Еще такой вот вопрос. Мы же в день, сколько мы на интернет тратим, мне даже трудно сказать. И вот тут такой как бы двоякий вопрос. С одной стороны, насколько вы пользуетесь интернетом с точки зрения продвижения, потому что тут, наверное, вашему направлению гораздо проще это делать. И насколько вы можете вытащить из интернета тех людей, которые, ну, что называется, погрязли в нем? Я имею в виду молодых людей. Здесь история, наверное, да, как говорят, начинать с себя, мы живем в интернете. Почему? Это все просто. Потому что наша основная аудитория, это, конечно же, ребята современные поколения, пользователи. Продвинутые пользователи. Продвинутые пользователи. И чаще всего даже продвинутые нас, если можно так сказать. Поэтому основные инфоповоды, основные потоки информации, конечно же, у нас идут через информационные ресурсы. И на сегодняшний день, буквально на днях, готовясь и к эфиру, и к каким-то таким рубежным моментам, отследила, что телеграм-каналы и каналы молодежи Люберец, которые находятся, очень советую всем подписаться на них, потому что информация... Какой у нас главный-то молодежь? Молодежь Люберца. Молодежь Люберца. Телеграм-канал Молодежь Люберца. Будем знать все. Да, он входит в тройку сейчас по охвату аудитории в нашем регионе в рамках административной молодежной повестки. Действительно, пользуется популярностью. Там информацию основную находят заинтересованные лица, и не только. То есть уже потом из сарафанного радио мы узнаем о том, что... А мы это прочитали, а мы об этом там узнали. Это действительно обратная связь. То есть работают. Да, да, наши работы. Ну и действительно, здесь можно еще сказать о том, что про поддержку. В том году наш медиаресурс получил хорошую поддержку и подспорье региона. Нам подарили медиастудию, которая теперь оборудование пользуется тоже у нас спросом. И в этом плане мы ресурсны. Почему? Потому что мы предоставляем... Мы не только сами работаем в рамках этой медиастудии, но есть молодежные организации, молодежные движения, которые, предположим, не имеют техники. Они всегда могут обратиться к нам, подснять свои какие-то подкасты, контенты, сделать репортажи, заснять видео. И также для них в пользовании мы всегда предоставляем не только методическую помощь, но и техническую. Ну да, то, без чего сегодня очень трудно, скажем, в Москве, можно бесплатно, опять же, с помощью молодежных организаций, снять вполне себе приличную студию, и там все что угодно. И блок записать, и интервью с кем, и даже спеть можно при желании. То есть, если вы об этом знаете и пользуетесь интернетом не только для развлечения, но и для получения полезной информации, которой можно воспользоваться. Но у вас же еще есть одна маленькая тайна, которую мы сейчас раскроем. Это строительство центра ждет молодежного. Это правда? У нас сейчас на старте проектная документация. И здесь огромное спасибо руководителю нашего муниципалитета, Владимиру Михайловичу Волкову, что, опять же, в августе месяца того года, на общей встрече с молодежью, он поддержал эту инициативу. И вкладывает большие ресурсы, интерес в этот проект. И для нас он тоже важен, опять же, потому что центр будет носить не только ресурсно-образовательный характер, но он станет точкой притяжения, тем самым сердцем молодежи, куда они могут прийти. И вот, опять же, медиастудия – это одно из маленьких составляющих. То есть такой молодежный кластер будет, как сейчас можно говорить. Да, и там планируется у нас создание и киберкласса своего, и создание звукозаписывающей студии. Ну, все то, что нужно для молодых людей. Конечно, конечно. Вот, и многих мечты, что называется, сбудутся. Ну, теперь мы уже вплотную подступили к Дню молодежи. Отчет принят, да? Благодарю. Вот. Что ожидается? Какой будет праздник? Какие-то планы уже у вас есть? Планы есть, безусловно. Мы тоже, опять же, как управление по работе с молодежью, хотим всегда удивлять, потому что нельзя молодежь держать в одной и той же теме. Они интересуются новым, и мы должны это делать так же. В том году у нас День молодежи проходил как фестиваль стихий на Кореневском карьере, на пляже. Он прошел действительно достойно, ярко, интересно, собрал 4 тысячи человек. В этом году мы хотим побить этот рекорд. Ожидаем на площадке 5 тысяч человек, и это будет Люберцы Урбан Фест. Это фестиваль тюнингованных автомобилей, фестиваль города, фестиваль будущего. На площадке будут представлены инновационные технологии, будет шикарная концертная программа. Все это состоится на центральной площади перед зданием администрации городского округа Люберцы. Начало во сколько лет? Начало в 3 часа, и завершим мы уже где-то в районе 9 часов вечера. У нас прекрасные артисты приедут. Это и диджеи не только из Подмосковья, Санкт-Петербург, Ярославль, Владимир, Нижний Новгород. Приедет музыкальный лейбл из Нижнего Новгорода, который будет авторские треки представлять. Будет красивое шоу с автомобилями. И еще много всего сюрпризного, интересного, о чем мы расскажем. Да, приятно будет отдохнуть в этот летний день. Будем надеяться, что погода нам не помешает. Да, мне кажется, что у молодежи любая погода по плечу. Главное, чтобы настроение, которое мы попытались сегодня рассказать вам, чтобы настроение, когда ты заряжен на учебу, на получение чего-то нового, на помощь, на вообще неожиданных для себя открытий. Потому что это же самый интересный такой период. Многие и тем, и тем, и тем интересуются, а потом совершенно неожиданно могут заинтересоваться чем-то другим. Ну, а 29-го, да, нужно отдохнуть, чтобы потом с новыми силами отработать лето. Отработать я здесь беру отчасти в кавычки, потому что волонтерство плюс каникулы, то, о чем вы рассказывали. Ну, и, конечно же, многие организации, с которыми наша молодежь сотрудничает. И ждем молодежный центр, как вы знаете. Ну, и так много-много слова медиа проскакивало. Да, наше подрастающее поколение, которое должно создать свою новую медиасреду. Вам большое спасибо. Поздравляем вас с наступающим этим праздником. Хотя его еще нужно отработать. О, да. Начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберца, Надежда Михайловна Русакова, была гостью нашей программы. 29 июня возле администрации городского округа Люберца принимайте участие в главном празднике в Дне молодежи в Люберцах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова